В Шимкенте в этом году к семи населенным пунктам подведут трубопровод голубого топлива. Это первый и второй этап Кайнар-Булака, Интамак-2, Тассай, Карабастау, 20 лет независимости, Микро-Анхать-Пас-1. Одно из них – строительство в жилом массиве Карабастау. В ходе проекта около 1300 домов будут снабжены газом. Проведение природного газа в Карабастау началось в августе. Проектом предусматривается прокладка голубого топливопровода около 1300 домов. На сегодняшний день ведутся земляные работы. Общая протяженность составляет 32 километра. Мы сейчас проводим работы по рытью траншеи, насыпке песка, прокладыванию труб и выравниванию, и созданию наземных выходов газа для абонентов. Общая протяженность – 32 километра. 25 километров из них – трубами большого диаметра. Все пустующие земли микрорайона на окраине города были учтены. Среди них есть и другие, не вошедшие в проект. Все они будут охвачены, говорит руководитель отдела городского управления энергетики и развития инфраструктуры. Ильяс Ежжанов. Мы занимаемся охватом всех домов, которые есть в плане. Оказывается, есть еще около 50 домов, не вошедшие в план. Все эти новые дома, не вошедшие в план, обязательно будут снабжены природным газом. В Шимкенте в этом году семи населенным пунктам подведут трубопровод голубого топлива. Работы в четырех из них будут завершены до конца года. Три объекта остаются на следующий год. Нургис Абдежалелов, Ербол Махашев. Новости.